В январе нынешнего года был освящен закладной камень в основании часовни в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» близ Кубинки. 3 марта начался монтаж церковного здания из привезенного из Кирова и обработанного в Рязани бревна. В рекордные сроки храм возведен, а в прошедшую пятницу состоялось освящение новых куполов и крестов. Чин освящения возглавил благочинный церкви Единцовского округа Архимандрит Днестр, ему служил священник Игорь Нагайцев. Освящается купола, знамени крестных, благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отец благочинный поблагодарил строителей, напомнив, что данный храм, освященный в честь святого Георгия Победоносца, является мемориальным в память о всех войнах, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Отечественной войны 1812 года в Первую мировую войну. Вот этот храм деревянный, как живое напоминание о том, что Россия будет стоять до тех пор, пока живы, пока функционируют корни, которые питают дерево. А это дерево, еще раз, это основа, фундамент России. Вера, хочется поблагодарить вас за ваши труды. Низкий поклон вам. Здесь было завинчено 46 винтовых свай. Каждая из свай длиной по 10-2,20. Сам храм сделан из анцилиндрованного брюна диаметром 220 мм. В самой высокой точке количество винцов составляет 30 винцов. Ну, то есть это где-то порядка 6 с небольшим метром. Значит, далее у нас идет колокольня возвышается над основной частью в районе 5 метров, а основная... Нет, колокольня 6 метров, а основная крыша в районе 5 метров. То есть мы имеем на выходе колокольня отметка в районе 12 метров, плюс еще крест, купол и все остальное. То есть это где-то в районе 13-13,5 метров. Новая Георгиевская церковь сможет вместить 150 человек. До днях строители установят освященные купола и кресты, затем будет установлен иконостас, а в мае в торжественной обстановке планируется совершить чин освящения нового мемориального храма. Ольга Винтер, Александр Зайцев. Одинцовское благочение для телекомпании Одинцова.